Что? Это что, бляха-муха, такое? Это, это им репток. Похудеть. Хорош, Фран! Лучший, лучший! What the fuck, что происходит? Хох, мы готовы. Последняя встреча, последний бой, последняя серия. Друзья, добро пожаловать на финал Голоса Времени. Финал, который не поставит точку, нет! Добро пожаловать на финал, который в зависимости от всех наших выборов зародит новую историю. Ну а как закончится эта история, сейчас и узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лоу Лошка. Добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! Ииии, снова всем привет, дорогие друзья, я Лоу Лошка. Добро пожаловать на финал Голоса Времени. Мы готовы! Эпицентр всей пустотной магии, эпицентр мироходцев и чуть ли не всей мультивселенной под угрозой. Сегодня, наконец-то, благодаря всем нашим предыдущим и нынешним действиям, мы вот-вот узнаем, как закончится эта история. Спасем ли мы Междумирье, победим ли мы Эбарда, я не знаю. Но что я точно знаю, история Голоса Времени, это лишь начало чего-то большего. И давайте мы запустим это начало. Напомню, сегодня нам предстоит битва за само Междумирье. Наш главный враг Эбарда, мироходец, желающий при этом способный переписать всю историю мультивселенной. Буквально с самого ее начала, да, до зарождения Междумирцев. И кого же он поставит во главе этой новой истории? Конечно же, самого себя! Я не думаю, что это хорошая идея, учитывая его характер. Да и не думаю, что хоть кто-то в этом мире хочет быть уничтоженным, как будто по щелчку двух пальцев. Предыдущая серия закончилась на том, что на нас явно кто-то идет. Потому что один из стражников так и сказал, мы все умрем. Далее продолжение следует, и давайте узнаем, что это за продолжение. Поехали! О, да, да, живой! Ты живой, Дэн, в порядке! Я смотрел в оба, я не пропустил тебя и... Отстань ты! Эй, Дэн, ты чего это? Срочно, Фран, они уже здесь! Э-э, Фран, нужно что-то делать, я... Эй, Дэн, а ну-ка стой! С каких пор ты позволяешь себе меня так называть? Ну, ведь действительно... Эй, Фран, а тебе не кажется, что сейчас не самое время для иерархических рассуждений? А, ладно, согласен. Эм, ребята, они явились раньше, чем мы ожидали. Видимо, Барда знал, что Ло его подслушивает. В первую очередь нужно обеспечить оборону Храма Времени. Эй, Павел, эта задача для тебя. Мгм, Павел Пойл. Эй, Эй, Павел, а давай лучше я. Э, Павел нужнее здесь и... Э, сюда сейчас придёт целая толпа мироходцев, вот. О, я понял. И я, и я тогда тоже. Дэн, ты же не хочешь идти туда без меня, правда? Э, э, да, конечно, Сал, конечно, только вместе. Хм, странно. Я бы, честно говоря, подумал, что вы, парни, захотите быть на передовой, но... Ладно, впрочем, Павел действительно нужнее здесь. Идите. Э, ребят, а мне кажется, или не самая лучшая идея? Ребят, а никто не понял то, что Дэн, походу, не Дэн? Э! Так, так, так. Реально, Силло? Слушай меня. Останься пока что здесь. Продержитесь как можно дольше сами, а я пойду организую вам помощь. Ладно, а от кого продержаться-то я не... Да ты, ё-моё, Гарант, не переживай так, по тебе видно. Мы справимся, не волнуйся. Оу, ничего себе, у меня нормальная поддержка. Э, подожди, а вы куда побежали? А, ни вина себе. Ху-ху. Пошёл процесс. Мне бы такого динозаврика, честно говоря. Так, Джонни, половину своих оставь здесь. Здесь, вторая половина со мной. Ладно, я понял. Эй, ребята, идите. Куда мы бежим? Хотел бы я знать. Ребят, по всей видимости, приготовьте оружие. Эй, Джонни, а с нас хотя бы сейчас браслеты можно снять? Никуда мы не сбежим. А вот сражаться без использования искры, может быть, сложновато. Ладно. Ммм... Ну ладно. Эм... У нас тут судьба всего мира решается. Ребят, надеюсь, вы примете верное решение. Ха, так. Ох, получается. С тебя... Из тебя... Сейчас, сейчас. До каждого дойдёт очередь. Подождите. Так, теперь ты... Гуляй, деволоки. Эй, стой, ты куда? Я свободен. Я буду свободен. Вот ты дурак, конечно. Так, ладно. Ищут тебя. Только не убегай. Эй, ребята, смотрите туда. Эй, кажется, вон они. Тихо. Павел их чувствует. Они близко. Приготовились. О! О, я понял. Ладно, приготовились так приготовились. Волчары. Ко мне, мои маленькие. Ложка, это твой. Окей, Павел, без проблем. Честно говоря, я не против вот так вот забиться в уголке и просто убивать каждого, кто подойдёт. Не, ну на самом деле... Смотри-ка, они реально справляются. Без меня всех убивают. Так, а как дела там у Шрама? Нормально. О, Ашра! А, Ашра, Ашра, я помогу. Нет, Лолошка, этот мой. А, ладно, я понял. Без проблем. Разбирайся, я, пожалуй, уйду отсюда. Ха-ха. Как больно-то. А! Тихо-тихо-тихо-тихо. Всё, хорош. Регенимся. Боже мой, как же хорошо, что я только одну часть защищаю. Если бы я был тут один, я бы, наверное, всрал уже. Меня теперь интересует немного другой вопрос. А долго я так сражаться-то должен? Как бы за спинами я более-менее выживаю. Но если мне нужно там сражаться, то не, ребят, я чуть не умер. Ну, господи, что у вас тут творится? Быстрее, все на выход! Что, Фрам? Повторяю, все на выход! Что это было? О-о-о. Чёрт, возьми, наконец-то. Ладно. Так, сюда. Ема, что происходит? Ребята! Подкрепление, да? Только куда это подкрепление летит? Чё происходит? Эй! Вы... Это как будто какая-то цепочка, да? Так, а Франц здесь? Франц здесь? Стоп. Стоп. Вы тоже это слышите? Чё происходит? Звуки воды. А-а-а! Я, походу, понял, что они собираются сделать. Они хотят облить их всех водой. Вау! Это так круто выглядит. А, нет, стоп. Они не хотят облить водой. Ложка! Так. Помоги мне! Это очень простое заглядание. Ты точно ставишься. А что делать? Что делать? Ай-яй-яй! Стоп, 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 стоп! Что делать-то? Так, понял. Видимо, надо заделывать дыры. Помогаю, помогаю, Франц. Помогаю только так. Ой, вижу, там наблюдатели идут. Слушай, я чё-то как-то не совсем справляюсь. Так, вопрос. А как долго защищаться надо? Мобок всё больше и больше. Дыр тоже всё больше и больше. Другими словами, проблемы растут. А-а-а! Нет. Так, слушайте, а вы-то чё стоите? Защищайтесь, чёрт возьми! Эй, дядя! Помоги нам! Что здесь делаешь? Что-то страшное. Что-то страшное. Пожалуйста! Чёрт! Ладно, иди. Мы справимся. Удачи вам! Погнали, погнали, погнали! Что у вас там? Господи! Неужели с другой стороны тоже нападение? Ладно, я надеюсь, что здесь справятся. По крайней мере, там ещё мироходцы стоят. Эй, контрабандист. А, не знаю, он должен идти с нами или нет? Ладно, мускат, я бегу! О, а тут контрабандист всё-таки побежал за нами. Понял, ладно, застрял. Так. Привет, чё у вас происходит? Мак? Мак просто стоит, куда-то пялит. Контрабандист просто стоит, куда-то пялит. Ребят, а чё у вас происходит реально? При всём при этом это, походу, не самое важное, потому что мы куда-то всё ещё бежим. Что? Это что, бляха-муха такое? Ой, дядя, смотри. Да я вижу, вижу. Это им репток. Э, э, тих. Э, чёрт возьми. Они хотят сломать стену. Помогай своими, лолошка. Вот, держи лук. Так, давай, давай. Так, ну там пока никто не идёт. Лук края, понял? Стрелы, стрелы. А, стрелы дал, всё хорошо. Вот это эпик, вот это экшон. Стоп, а куда мускат делся? Он убежал, по-моему, куда-то, да? Пока вроде никто не лезет, но выглядит не то, чтобы безопасно. Так, это мне пригодится. Давай, вперёд, за мной. О, окей. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Всё, я понял. Все готовы к битве. С каких сторон, правда, не совсем понятно. А, понятно, понятно. Что? Вы слышали? Где-то что-то взорвалось. Так, ладно, если я буду здесь в воде, на меня же никак не уб... Ёб***ь. А почему так много контрабандистов? Ой, каких контрабандистов? Наблюдателей. Слева сверху появилась ещё одна полоска. Что происходит? Что там взрыва... Охутить, понятно. Слушайте, а в воде, на самом деле, неплохо драться. Чё за хрень? А как я должен защищать эти стены? А-а-а! Отстань, отстань. Ни хрена не вижу, ни хрена не слышу. Там всё ещё стены разрушаются. Я не понимаю, как мне их защищать. А-а-а, я походу понял. То есть мне нужно защищать обе стены. И ледяную, и вот эту. Ледяная стена вроде бы пока что и без меня справляется. То есть я могу даже никуда не бегать толком. Да-да-да, она сама восстанавливается. А вот что делать с этой стеной, я клянусь, я не знаю. Я вижу, как птицы какие-то падают. Вон, вон, летит. И что в итоге? То есть рано или поздно появится огромная дара с этой стороны, и всё? Мы проиграли? Давай. Эй, Ло, стену воров прорвали, но больше оттуда не слышно никаких сигналов. Сходи, проверь, что там происходит. Пожалуйста. А-а-ха-ха, я понял. Появилась ещё и третья стена. Так, я надеюсь, короче, здесь не рванут всё окончательно. Вон оно, смотри. Оно типа летит, и вот это тоже летит. И вроде бы не падает. Опа. Опа, пошёл процесс. Вот-то на. А как в итоге с ними? А-а-а! Ой, ну нахрен! Мать! Так, ладно. Пойду-ка я отсюда. Где стена воров? Дали бы мне хоть какое-то средство передвижения. Ещё и ледяная стена проигрывает. Так, что вы делаете? Блин, я не знаю, куда бежать. Вы все-все проигрываете везде. Ребят. Ребят, о, что? А, я понял. Я понял, груда камней надо строить. А-а-а! За что? Ай, бляха! За что ты меня бьёшь? Дубина! Пошёл отсюда! Так, погоди, ты тоже на меня идёшь, да? Подожди, у него какие-то зелёные частицы, и он пытается меня убить. За что? Я пока не понимаю логическую цепочку, не понимаю логическую связь. Но зато я более чем понимаю, куда нужно принести груду камней. А ещё выкинуть всё ненужное, потому что у меня капец как забито всё. Так, всё, вот, построили, хорошо. Но помогаю я максимально отвратительно. Зелёная полоса скоро упадёт вниз. Вон, вижу, вижу. О, как далеко. А, стоп, какое далеко. У меня жангельское кольцо есть, я могу пролететь. Всё, сюда. Заделываем. Зелёная... Зелёная штука почему-то падает, продолжает. Эй! А ну-ка давай заделывайся. Хорош. Тебя тоже заделать. Со всех сторон все дыры. Всё, зелёная полосочка постепенно восстанавливается. Мы молодцы. Не дадим прорвать ни одну стену. Но, честно говоря, ворам помогать очень тяжело. Потому что я вот столько-столько ношу, а это даже ещё не максимум. Всё. Вот теперь вроде бы максимум. Вы только не нападайте на меня, хорошо? Эй, Лулошка, ну ты как там, живой? Да, да, живой. Ещё как живой. Ох, Лулошка, дела идут очень-очень нехорошо. Шангрин говорит, что у них квартали творится какая-то чёртовщина. Из мёртвого города лезет очень много мироходцев. Я не понимаю, где Борда вообще нашёл их, чёрт возьми. Отправляю тебе на помощь, Чарли. Плюс там ещё держатся какие-то убийцы. Удачи тебе. А, чёрт возьми. Ещё одна полоса. Ну, мне, наверное, нужно сходить ледяную стену починить. Так, ребята, я уже здесь. Помогаю. Правда, у тебя всё хорошо. Да, постепенно полоска действительно поднимается. Но, вы посмотрите, что у воров. У воров опять задница. Короче, я так понял, что строить стены куда тяжелее, чем залатывать лёд. Всё, ледышки помогли. Давайте теперь вот здесь пролетим. Ай, стоп, погоди, мне же ещё вот здесь надо. What the fuck, что происходит? Э, куда ты пытаешься его ударить? Драка через стены. Я так понял, что здесь даже стены латать не надо. Здесь надо просто убивать этих непонятных, неизвестных. Но, я уверен, что вы справитесь. Убийцы, вы мне никогда не нравились. У вас вроде бы и так всё хорошо получается. Я лечу к ворам. Я признаюсь честно, я не знаю, насколько хорошо то, что я сейчас всё это делаю. Но ощущение такое, что если упадёт хотя бы две полосочки, то, ну, мы просто проиграем. А, возможно, будет какая-то плохая концовка. Мне этого не надо. Давайте даже не думать об этом. Мы просто будем поддерживать все полосочки на каком-то минимальном уровне. Эй, эй, Франк, мы долго не продержимся. Где ты? Да, Ашра. Мы должны эвакуировать людей. Сейчас уже очевидно, что Паэна не выстоит. Нет, Франк, пожалуйста. Я не уйду никуда из Паэны. Мне некуда идти. Да чёрт, я от тебя другого и не ожидал. Ладно, собери тех, кто не может или не хочет уходить. Этим отрядом будем защищать храм. Но сначала нужно продержаться, пока остальные уходят. Хм, всегда мечтал кое-что попробовать. Друзья, вы отлично сражались. Однако хороший командир не готов зря терять своих людей. И я не готов терять вас. Я объявляю срочную эвакуацию. Прошу вас, если у вас есть семьи и те, кто вам дорог, проведите это время с ними. Нам не нужны лишние смерти. Те же, кто не может или не хочет покидать Паэну, продержитесь, чтобы остальные могли уйти. Не дадим отнять у нас наших друзей. Наш город, наши семьи. Ах, пути. Прорвались. Отстань, отстань, ребят. Не трогай меня, не трогай. Да, и маги улетают, всё. Никакой больше ледяной стены. На самом деле, как будто ледяную стену нужно было держать у ворот. Эй, дружище, мы не выстоим за мной. Так, всё понятно. О, чёрт, я сваливаю. Ушёл. Так, два квартала захвачены. О, чёрт, вы меня сейчас начнёте рады. Е-мать, просто. Минус Паэна, ребята. И воры, что ли? Нет, и воры тоже. Мамочка, спасайся, кто может. Ой-ой-ой-ой. Спасайся, кто может. О, и убийц то же самое. Так, ладно, я понял. Короче говоря, последний оплот это маги. И все бегут к порталу? Что? Смотри, ты посмотри, что ты... Напустите меня. Я пытаюсь, что ты... Напустите меня. Никто не понимает, что делать. Ха-ха. Какой трешок. Эй, пожалуйста. Не затопчите детей и друзей. Вы все успеете выйти. В очередь, в очередь. И все постепенно телепортируются. Так, я так понимаю, это что нужно просто защитить сейчас Паену. Дать всем уйти, кто хочет уйти. Слушайте, благородненько звучит, если честно. Как же много этих тварей. Ты просто посмотри на это. Они бесконечно прут и прут. Последний оплот, храм времени. Мы должны его защитить. Ложка, срочно нужна твоя помощь в нашем квартале. Почти никого не осталось. Черт возьми. Только я, Ашрам и Павел. Да, как? Как? Ладно, я попробую пройти. Ребята, вы справитесь. Вы справитесь. Простите. Господи, у меня все лагает. Ха-ха. С***. Это самый экшон в экшон, который я когда-либо видел. Че это такое? Пятая, пятая полоска появилась, ребята. Контрабандист. Они еще живут. Даже кто это? Я не понимаю, это наши или не наши? Ашра, я помогаю как могу. Так, слушайте, мне кажется, что из этой штуковины спавнятся мобы, нет? Да, да. Эта штука и хилит. Я только сейчас заметил. Так, погоди-ка, есть у меня одна идея. А ну-ка пошел отсюда, тварина. Хорош. Все, я понял. Надо червоточину постепенно выводить из строя. Я не понимаю, я точно делаю все правильно? Да, да, да. Она реально становится все мельче и мельче. И... Ага. Червоточина при этом осталась. Малюсенькая. И мобов стало меньше. Намного меньше. Ашра, я помогу тебе, как когда-то при знакомстве. Черт, я больше не могу. Руки будто свинцом налились. Я еле держусь на ногах. Шрам ранен. Отбивается только потому, что за меня переживает. На адреналине. Павел тоже. Надо отступать ложкой. О. Эээ. Отступаемся вместе организованно. Мы не знаем, все ли эвакуировались. Нужно продержаться еще немного. Отступайте, я прикрою. Эээ. Нет, в одного я точно не справлюсь. Вот это тот самый момент, когда я скажу, что в одного я не справлюсь. Мы не знаем, все ли эвакуировались. Давай, Павел, беги. В принципе, мобов, кстати, уже не осталось. Мы со всеми более-менее справились. Ну, червоточина, видишь, еще раз. Ладно, ты, ты прав. Спасибо. Пожалуйста, я уже в целом все сделал. Фу, блин, хорошо, что я догадался их убить. О, наконец-то. Лолошка, продержись совсем немного один. Я уведу шрамы, а потом сразу иди за нами. Понял, ладно. Уходите, уходите. Так, Павел, Павел, тоже уходи. Ну, слушайте, а мне тут особо-то и защищаться, на самом деле, не надо. Эй, парень. Павел храбро сражался. Павел храбро отступает. Тебе советую того же. За мной. Понял, ладно. Побежали, ладно, ладно. Ох, что там опять такое-то? Почему тут контрабандисты? Ой, ты погляди, а там еще более улетная драка. Что происходит? А, это Фран. Ни хрена, что он умеет. Так, а ну-ка, кыш. Хорош, Фран, лучший, лучший. О, черт. Так, вот это, кстати, нехорошо. Стоп, а где все? Эй, Ашра, Павел, ты куда? А, вот. Так, а, мы сюда. Так, ну смотри-ка, Фран вообще справляется более чем шикарно, правда, вот это мне немножко не нравится. О, черт. Ребята, я нигде не видела Барда. Что насчет вас? На входе не было. О, я тоже не видела. О, черт. Эй, Ло, проверь, что Сал и Дэн в порядке. Позови их сюда, их помощь сейчас очень пригодится. Понял, ладно. Так, они в храме времени, да? Да какого черта ты не срабатываешь? Что? Сколько еще силы тебе нужно? Что? Б***ь. Я высосал всех мироходцев, до которых смог добраться. Куда больше? А? О, ха-ха-ха-ха-ха. А вот и тот, кого мне не хватало. Что? Ты подумал над моим предложением? Не хочешь объединиться со мной? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. А, впрочем, мне не важно, хочешь ты или нет. О! О! Я не могу двигаться! Эй, Лолошка, а ты знал, что скинтонит можно использовать не только для разрушения искры? Сейчас я им вытащу из тебя твою искру. А потом... Стой! Эм, так, погоди, а что стой-то? Почему я должен что-то говорить? Я согласен присоединиться к тебе. Я пришел сюда, чтобы сказать тебе об этом. Ммм, нет. Пожалуйста, не делай этого. Твой брат не хотел бы увидеть тебя таким. Я знаю, что ты в будущем представился в паене Эо. И это не просто так. Ты еще можешь вернуться к брату. Так слишком скучно. Слабо одолеть меня в честном поединке. Если ты выиграешь, можешь забирать мою искру. Если выиграю я, то ты пойдешь с Джодахом. О, имба! А? Что? То есть ты предлагаешь мне пари? А ты неплохо подготовился, парень! Ты знаешь мои слабости! Хорошо, но раз ты изначально находишься в слабом положении, я заслуживаю преимущества! Место для поединка выберу я! Э, так О Ну вот Теперь никто из нас не сможет Воспользоваться искрой Этот купол блокирует любые попытки Переместиться Ну что, начнем? О, ох ты ж блеха Ну давай, иди ко мне, я тоже могу летать Пошел А ладно, все не так просто На, получай Стоп, подожди, я не могу Я не могу его атаковать, я реально не могу его атаковать А что мне вот их делать-то? А, вот, смотри, я встал сюда А, что произошло? Я теперь не могу выбраться из этого круга Может быть мне нужно его как-то ослабить Так, вот еще один кружок, попробуем туда встать Я уже понял то, что просто атака Барда смысла пить нет О, нихрена себе С вертухи дал Так, вопрос, а могу ли я стрелять из лука в него? Получается? Нет, подожди, он как будто уворачивается А, не-не-не, во, я ему по 10 наношу Он, конечно, мне иногда сальтуху какую-то вертуху дает Но в целом я справляюсь неплохо Вау, тихо Как же он уворачивается от стрел, я в шоке А, бляха Ха-ха, меня эта вертуха уже начинает раздражать, честно Да сколько ж ударов тебе надо нанести, тварина Вау, что за нахрен? Я, я мать Это что за атака? Так, ладно, походу, чем меньше у него хп, тем сильнее он атакует Но проблема в том, что он очень быстро регенерирует То есть мне нужно его прям очень быстро атаковать А он иногда вот такую штуковину на меня кидает Из-за которой я даже не могу к нему подойти И что мне делать? Стрелять? А, ну, кстати, да, можно стрелять Так Э, эбарда 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 Не надо эту фигню делать, я не знаю, что ты делаешь, но не надо Так, ладно, по крайней мере в этот момент я могу вполне себе атаковать И это, это уже радостно Так, ладно, я понял Эта штука, эта штука спавнит какие-то штуки Ха-ха-ха Оу-оу-оу-оу-оу-оу Потише, потише, мальчик Но я ему даже половину хп снести не могу А-а-а Ха-ха Каким образом убить того, кто непобедим? Слушайте, ладно, босса сделали на славу. Вот что-что, а драка с ним это что-то невероятное, это правда. О, ты смотри, лазер какой мне пуляет тут. Ещё какие-то порталы открыл. Обожаю те моменты, когда он просто кастует какое-то облачко наверху. Потому что в этот момент я могу ему неплохо так накостылять. Да неужели я это сделаю? Господи, нет, не мешайте мне. Не мешать, он регенерирует иногда так быстро, что просто ничего не успе... Лаешь. Я такого не ожидал от тебя, Лололошка. Ты продемонстрировал силу в несколько раз превосходящую силу той же Фарагонды. А это значит, что ты мне подходишь. Что? Чего? Я калашмал? Ребят, я сейчас бил его 20 минут. 20 минут файта. 20! И я его не убил, то есть, я-то думал, что я победил. Что тебе? А, подожди, я не могу двигаться. Эй, но ты же проиграл пари! Это не честно, нет! Это начнется моя история. Он что-то делает со стороны. Он что-то делает со стороны. Ха-ха! А? Что за... А? Что за чёрт? А? Что произошло? Что, чёрт возьми, происходит? Я, кстати, если что, всё ещё двигаться не могу. А... П-прошу прощения? А? Смотрящий! Да ладно! Доигрался! Ты проиграл пари, чёрт! Привет! Где ты? Привет! Здравствуй! Он... Он уходит от моего взгляда? Я только сейчас понял, что... Если я навожу курсор, то он уходит. Где? А! Пляха! А... Где мы? Там, где у меня есть голос. Там, где нет пространства. И время становится пространством. Там, куда не позволено проникать никому. Кроме демиургов. Эй! Но я здесь! Здесь! Значит, я теперь демиург, да? Я теперь творец и бог! Ха-ха-ха! Но почему тогда ты в цепях? Потому что ты заковал меня в них! М-м-м-м... Это не в моей власти. Я существую лишь для того, чтобы среди... Сидеть, чтобы смотреть. И я видел, что это... Ты сделал с собой сам. Очень глупо. Глупо. На мой взгляд. А, он все-таки переписал историю. Эй! Эй, нет! Куда ты уходишь? Остановись! Вернись, не уходи! А... Он все-таки переписал. Он переписал историю! Вы посмотрите! Портал Междумирья! Охудеть! Он стер Междумирья! Е-е-ть! П... Подожди, а как же... А как же все... А как, почему я выжил тогда? Охренеть! То есть у него получилось! Но при всем при этом он... Он... Он заковал себя в цепи? Я не совсем понимаю. М-м-м... Долго ты будешь идти за мной. Я вовсе не за вами иду. Я просто гуляю. Но тут больше никого нет. За кем мне еще идти? Я... Я не понимаю. Что мне делать? Пожалуйста, помогите. М-м-м... Но ведь это... Ты сам все затеял. Разве я могу помочь тебе? Ты должен сам выбирать, что произойдет. Мультивселенная не может существовать. В условиях временного парадокса. Мой друг Джодах говорил тебе о том, что любая зацепка на моем плаще может разрастись в дыру. Именно это сейчас происходит с вашей реальностью. Сейчас ты находишься вне времени. Потому что время здесь — это пространство. Так что, когда ты вернешься, ты окажешься в той временной точке, какую выберешь сам. Правильного или неправильного выбора. Здесь нет. Есть тот, что сделаешь ты. И те, что ты не сделаешь. Ха. Ну как тебе? Как тебе голос старины времени? Впечатляет, правда? Ох, ложка. Я подумал, что тебе не захочется проходить через это одному. Когда это твой первый раз, это всегда немного тяжело и нервно. Эти разрывы — это твои варианты. Важно, чтобы ты понимал, что ты сейчас выбираешь основной вектор, так сказать, траекторию, по которой будет развиваться история. Ха. Мелкие дела, решения и поступки всегда остаются на совести отдельных личностей. Лолошка, ты никогда не сможешь их контролировать до конца. Ха-ха. И они никогда не перестанут удивлять тебя. Хм. Посмотри. Что? Идём? А... Это разные временные векторы? Я ничего не понимаю. Мы находимся сейчас в разрушенной междумирье, которую создал Эбарда. Но при всём при этом смотрящий сказал мне то, что это сделал я. Стой, погоди, ещё раз. Но ведь ты сам это всё затеял. Разве я могу тебе помочь? Ты должен сам теперь выбирать, что произойдёт. Немного странная фраза, но ладно. Так, а... Да, пойдём. Наверное. А, я понял. Мне, походу, надо просто зайти, да? Да. Так. Эээ, а знаешь, пару сотен лет назад я бы ни за что не поверила, что буду главой Контроф. Ха-ха. А я бы никогда не подумал, что стану главой Паэны. Да. Не этого я хотел добиться. Совсем не этого. О-о-о. Это Лулошка. Вариант реальности, который как раз и должен был произойти. Это тот вариант, в котором ты не попадаешь в ведомнюю. И она никогда не разрушается. Не происходит ничего из тех ужасных событий, что произойдут дальше. Ну, как дальше? Нет, ведомня разрушена и должна остаться такой. А, то есть я могу всё-таки выбрать реальность, да? Вау. Нифига себе. А за что мне такие прихоти, интересно? Мне нравится этот вариант. Я даже не стану смотреть остальные. Давай посмотрим, какие есть ещё варианты. Давай посмотрим. Ха-ха-ха. Нет, Лулошка. Ну, какой же ты всё-таки упёртый. Хорошо. Здесь ты выбираешь, не я. И я... Стой. Ты куда? А. Ага. То есть теперь я могу зайти сюда. Давай. Хэй. Эх. А-а как? А-а как мне? А, ну у меня же ангельское кольцо есть точно. У-у-у. И где это я? Вау. Ого, стоп. Это же тюрьма времени. Это тюрьма времени. А, и мы сейчас получается в реальности, где ведомня была уничтожена, да? И фарагонды нет. А-а так, и что в этой реальности? Узник времени. Да-да-да, то есть это реально тюрьма. Блин, это так необычно. Прям зеркала. Я уже и забыл, как тюрьма времени выглядит. Ух. А? Стоп. Это же Раваам Кэлхун. Эй. Джодах. Это Раваам Кэлхун. Прошу прощения. И помните империя. Ага. Стоп, 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 Джодах. Погоди-ка. Я сейчас хочу теперь посмотреть других. Здравствуйте. А-а-а, это же Зефирион. Он ничего не говорит. Зефирион, если что, из Игры Бога. Охренеть, я реально узнаю этих персонажей. Приветствую. Узница времени, ничего не говорит. Так, ладно. А тут кто у нас? Это и Барда. Я вас всех уничтожу. Я выберусь отсюда и уничтожу. 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 Я демиолог. Вам не удержать меня здесь. Да. Жалкое зрелище. Пойдем дальше. Да, и правда. То есть, подожди, если бы башня... Э-э... Но это получается... Мы видели сейчас и Барда, типа, того самого в цепях, который в непонятном мире. То есть, его в любом случае по итогу забрали, да? Так, а что у нас здесь? Интересно. Стоп. Да, пожалуй, это зрелище еще более жалкое. Это же... Да, Лулошка. Что-то мне подсказывает, что этот вариант тебе не понравился. Но знаешь, в какой ситуации он возможен? Если ты согласишься помогать Эбарда, и ваши планы пойдут по... Не совсем удачному сценарию. Офигеть! То есть, он рассказывает мне пути, как бы пошла консоль. Вот что, если у вас все сложится удачно. Так, хорошо, давай посмотрим. Так. Ох ты, нифига, Гаст. Эбарда на нем летает. Подожди, а я где? Так, куда это он? Э-э, стой, а где я? Я в итоге есть в этом плане или меня нет? Ммм, ну если у него сложится все удачно, то, по сути, да. Он стал властителем мира. А, нет, стоп! Я тоже там! Так это же хорошая концовка! Я тоже там есть, Джодах! Оу! Интересно, что я делаю в этой вселенной, где я за Эбарда? Женщина? Ох ты ж! Ясно. Короче, я не самый хороший чел. Ну что, удивлен? Думаешь, ты не можешь таким стать, да? Конечно! Ты же у нас просто ангел, Лолошка! В любом из смертных есть как добрая, так и злая сторона. Запомни это. И любой из них можно постепенно подкармливать. Хмм, поверь мне. Ты за все время нашего знакомства достаточно кормил обе свои стороны. И ты не так далеко от этого сценария, как тебе хочется думать. Может быть, ты даже хочешь выбрать этот вариант? Ммм? Нет, ни в коем случае. Я же типа герой. А может быть и хочу. Что ты мне сделаешь? Нет, Джодах. Я никогда не толкну беззащитного человека ногой в лаву. Я не буду тебе отвечать. Без своего дара предвидения у тебя ничего нет, кроме издевок. Вообще, кстати, знаете, что я понял? То есть, по факту, то, что сейчас мы прошли, то, что мы победили Эбарда, это ничего не решает, буквально. Потому что прямо сейчас мы можем решить, какую вселенную выберем. Какой временной сценарий мы выберем, если точнее. Но почему это я решаю? И самое главное, почему я появился в ведомнии в этом сценарии, который мы играли на протяжении 100 серий, буквально. И что самое главное, почему смотрящий говорит, что это я выбрал? Я! Но я же этого не выбирал! Всё куда запутаннее. Короче, я не буду отвечать. Хм... А не слишком ли много ты о себе возомнила, Лолошка? Да, ты не можешь умереть здесь. Но стоит времени начать свой ход, как ты вмиг истечёшь кровью, изрезанной моими издёвками. Ладно, прости. Идём дальше. Так, и чё у нас? Раз, два, три, Четыре, получается, да, у нас выбора? И это четвёртый. Или этот? А, не, их пять! Ого! Так, ладно, погнали. Или что? А, да, погнали. What the fuck? What the fuck? А, да, я не знаю, даже как это комментировать. Куда вы? Эй! А, я туда могу полу... А, не могу. Да, ушла Лолошка. Никогда бы не подумал, что это останется возможным исходом в твоём представлении. Разрывы времени формируешь ты сам. Запомни это. Ты же понимаешь, что возможных вариантов изгибов истории бесконечное множество. Но те, которые ты видишь перед собой, это именно те, что ты, как их создатель, готов создать. Ха, ну что ж, мы поняли, что такой вариант тоже возможен. Если ты решишь просто ничего не делать, вселенная схлопнется и исчезнет. Но, как мы уже поняли, не в пространстве, а во времени. Огрызки её в виде случайных событий, моментов, людей, все они будут существовать вне времени, вне контекста, даже вне истории. Довольно грустный вариант развития событий. Интересно. Что же за варианты оставил нам на «потом»? Пойдём посмотрим. Так, а что же я оставил? Я даже сам не знаю, честно говоря. Знать бы, что я оставил там. Это вот этот. Так, я правильно понимаю, нам сюда? Ну-ка. Так. Так, и... Что это? Чего? Где это мы? Ну что? Ты понял, что это было? Нет, честно говоря. Давайте напишем. Угу, так я и думал. Это мы с тобой побывали в Междумирье. Только в этом варианте его не существует. И никогда не существовало. Итак, Лолошка, какой вариант тебе понравился больше всего? Так, я выберу «никогда не появляться в Междумирье». Отправиться в тюрьму времени, потому что я это заслужил. Ого! Создать новую мультивселенную Себарда. Ничего не делать. Я не хочу брать на себя такую ответственность. Сделать так, чтобы Междумирье никогда не существовало. То есть мы сейчас этими вариантами, замечайте, выбираем дальнейшую историю. Это очень важно. Сделать так, чтобы Междумирье никогда не существовало. Ощущение, что это прикольный вариант, знаете почему? Потому что все люди, которые попали в Междумирье, они по сути своей будут существовать. Но они просто будут существовать в рамках тех вселенных, в которых они изначально родились. Например, Фран, он будет жить в 13. Но при всем при этом Эбарда, получается, будет тоже существовать. Господи, Эбарда везде есть. Как они закрутили-то, а? Но вот этот вариант мне все равно нравится больше, потому что не будет существовать ведомнии. Следовательно, никто не будет лишаться искры. Следовательно, в теории мы сможем увидеть всех. Даже тех персонажей, которые стали Дасками, но мы их сможем увидеть как не Дасков. Вау! Слушайте, это прикольно звучит, давайте. Хм, это действительно разрешит временной парадокс. Довольно грубым образом, надо сказать. Хм, вырезав из плаща смотрящего весь кусок истории, где возможно появление Эо, то... Лолошка, а ты хорошо обдумал это решение? Подумай хорошенько! Ведь тогда не появится не только Эо. Не появится и Ашра, Джули, Даски. Лис и Матильда никогда не найдут приюта в Паэне. После уничтожения их мира Павел не откроет Абраксос, а Джонни не сможет осознать свои ошибки и справиться. Хм, хм... Многие продолжат воспринимать мироходцев как угрозу мультивселенной. Подумай об этом, Лолошка. Так, какой же ты козёл, Джодак, зачем ты мне это сказал сейчас? Зато Фарагонда не умрёт. Ну, кстати, да, она, получается, будет где-то жить. Без ведомни, в мире 13. Рядом с Франом, возможно, представляете? Единственный другой нормальный вариант существования ведомни, а это хуже. Зачем ты мне сейчас это говоришь? Я не изменю своего решения. Да, единственный другой вариант это существование ведомни, а мы как бы на протяжении всего сезона вроде как к этому шли, поэтому, ммм... Да, я не поменяю решение. Хм, ну это уже тебе решать, Лолошка. Не мне, но не только ты делаешь выборы и принимаешь решения. Твои выборы и решения формируют тебя. Можешь как-нибудь подумать на досуге? Как же так вышло, что тебе достались именно эти варианты? Правда, времени на раздумья у тебя будет не очень-то и много, ведь тебя сразу ждёт следующее приключение. А значит... Эх, и потеря памяти. Кроме, конечно же, варианта с тюрьмой времени. Ха-ха, там времени на подумать навалом. Или варианты с исчезновением старины в время... Хм, знаешь, тут такой простор для размышлений. Ммм, да уж. Ладно, выбор ты уже сделал. Ты уверен, что хочешь именно его? Да. Когда я смотрю на это, я точно хочу сказать да. Когда я смотрю на это, я точно хочу сказать да. Когда я смотрю на это, я точно... Ну, вы поняли, хочу сказать да. Поэтому мой ответ да. Хм, ты ведь мог выбрать править целой вселенной. Но выбрал что-то... Альтруистичное. Ты подумал и позаботился о других, Лолошка. Я в себе не сомневался, Лолошка. Поэтому у меня для тебя есть маленький подарок. Какой? Поцелуй? Что? Что ты сделал? Наверное, ты помнишь. Седрик очень хотел тебе это передать. Вот и передал. Ха. Теперь ты никогда не забудешь про свое карманное измерение. Хм, выбор сделан. Вам пора уходить. Эй, старина, подожди. А что же делать с зеленоглазым? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ага, и все, он снова ничего не говорит. Во! А? Что за... Вы-вы кто такие? Как я здесь оказался? Что происходит? А? У меня тот же самый вопрос. Вы кто такие? И как вы все оказались в моем офисе? Эй, эй, Фарагонда, Сан-Фран. Успокойтесь. Мы пришли сообщить вам, что преступник, которого вы оба хотите так поймать, уже был пойман. Что? Не могу понять, о чем вы... Я уверяю вас, он никому никогда больше не причинит вреда. Фран, мир 13 был отмщен раз и навсегда. А? Что за... Почему я вам верю? Нет, не понимаю. Ничего не могу с собой поделать. Я просто чувствую уверенность, что вы не врете. Ха. Это же замечательно! Хм? Я Сан-Фран? Ха. А что? Мне нравится! Хм... И все же не могу понять, из-за кого ты появился, ведомнее. Так, и... И что? Что за... Подожди, это... Это же я! А? Что? Что? Бляха-муха, это сейчас было? О, а ты вовремя. Мы как раз начинаем. Давай, проходи вон туда. Приветствую вас, дорогие зрители, на нашем стендапе «Голос времени». Да, спасибо, спасибо. Прежде чем мы начнем, хочу сказать пару слов. Кхм-кхм. Эээ... В первую очередь, спасибо всей моей большой команде за доверие. Это мой первый опыт менеджерской работы, и если бы не ваша поддержка, я бы никогда ни за что не справился. Люблю вас, ребята! Отдельное спасибо тебе, Рома, за предоставленную возможность. Эээ... Надеюсь, дорогие зрители, вам понравилась работа нашей команды, и вы оцените ее по достоинству. А теперь, дамы и господа, начинаем наш стендап! На сцену приглашается главная сценаристка «Голоса времени» Камыш! Всем привет. В галактике «Млечный путь» есть система, где главной звездой является Солнце. В этой системе только одна населенная планета — Земля. Время обращения Земли вокруг Солнца составляет 365,26 солнечных суток. В земных сутках 24 часа. А в одном сезоне «Голоса времени» примерно 15 тысяч часов работы главной сценаристки. Еще 25 часов психотерапии. И бесконечная любовь к фандому. Спасибо, что остаетесь с нами. Пишите комментарии и теории. Надеюсь и дальше радовать вас контентом. Спасибо. Однажды торговец пряностями, задолжавший убийцам кругленькую сумму, сильно привязался к одному из фонарных столбов их квартала. С тех пор его оттуда так и не сняли. Ну, Господи, что ты несешь? Что происходит? Вам что, не смешно, да? Ну, ладно, ладно. А если так, что говорит убийца, приходящий с утра на работу в оживленный офис? Господа, разрешите вас перебить. Ну, ладно, ладно. Раз уж в юморе я не силен, мне остается лишь поблагодарить всех вас за то, что все это время вы всячески нас поддерживали просмотрами, лайками, комментариями и, конечно же, подпиской на наш Бости. Ссылка в описании. Ага. Надеюсь, вы и дальше продолжите радовать нас своей активностью. А мы вас крутым контентом. Всем спасибо и до скорого. Ха-ха-ха. Господи. Вау. Прикольно. Кто следующий? Ну, да-да. Нормально, нормально было. Короче, заходит как-то Лолошка в Барлиса, а там сидят грустный Джодах, Портальный Мак и Барда. Что-то там бормочут себе под нос. Эм. Например, Портальный Мак? Я же больше ничего, кроме как открывать порталы, не умею. Джодах. Из-за этого вся мультивселенная теперь под угрозой. Ай, Барда. Мои магические силы. Без них я как без рук. Лолошка подходит и спрашивает, что такие грустные сидите? А они отвечают, ты что, совсем не в курсе? Магия не работает. Партиклы пропали. Ха-ха-ха. Эм. Да. В этот момент в отделе разработчиков Кодер и Тестер умерли без партиклов. Эм. Да, спасибо, спасибо. А вообще, дорогие зрители, слушайте меня, ибо время на мою речь на исходе. Все представители разработчиков, то есть наши расы, собрались сегодня здесь. Мы верим друг в друга. Сражаемся с криптами как один. Этот сезон оставит след в памяти вселенной. Он никогда не будет забыт. Спасибо, пока. Ха-ха-ха. Да, всем здорово. Короче, помнится, в поении один бесстрашный маг заполучил скинтонит. Короче, так, и потом... А, и собралась группа авантюристов, и решили они ради шутки в Эрессию телепортироваться. Ну и, короче, всех тогда со смеху разорвало. Ладно, мне пора. Опять у кого-то портал вырубило. До встречи! Итак, всем привет. Кстати, вы слышали новость? Межпространственные технологии стали настолько продвинутыми, что маги из Пайны могут устроить фейерверк в Эрессии, не выходя из дома. Это просто невероятно! Хех, но есть только одна маленькая проблема. Нам пришлось целый час искать, что за маг это делает. Хм, вот он! Ну, вы поняли, короче. А вообще, я хочу вам сказать спасибо, что смотрели наш сезон! Вот! Эм, Хохогрон, яма там готова, а! Хе-хе-хе! Эм, да, всем привет! Селят как-то змеи со шрамом в баре. Эх, дружище, вот мы раньше жили в нищете, да? ползали, присмыкались на дне социума, но сейчас, после этой вылазки мы по-настоящему заживем! Боюсь, шрам, не стоит тебе на это рассчитывать. Это еще почему же шрамы не заживают. Хе-хе! хе-хе-хе! Хе-хе! Какие тупые шутки! То есть, отличная, отличная шутка, что это я. Хороший, хороший. Хе-хе! Твоя поддержка очень важна для нас. Вообще, я не так давно здесь, но мне очень понравилось работать со всей командой. Эээ, да, и, и, еще это были незабываемые дни, вот. Ах, ладно, раз уж у нас стендап, заходит как-то лоу-ложка в бар, а Алиса нет. Хе-хе! Приходит в другой раз, и его снова нет. Приходил он так несколько дней, приходил, пока не понял очень важную вещь. Абраксис, говно! Хе-хе! Хе-хе! Э-э-э-э... Вот так. Пока! Тут, я посмотрю, шутки шутят. А я не буду. Хочу сказать слова благодарности вам, что смотрите наше творчество. В этом сезоне было воплощено невероятно много нового. Было сложно, больно, но мы справились. Получили много нового опыта. Наверное. Главное, не забывать, что дальше больше. Еще увидимся. Удачи! Неплохо, неплохо. Опа. Итак, помощник смотрящего собрался к Лису и спрашивает, чего-нибудь принести? Принеси мне оттуда Джодаха, он мне срочно нужен. Хе-хе! Эо, Лолошка, Ашра, Мускат, Матильда, Змей, Пуговица, Шляпа, Фарагонда, Фран, Чарли и Шрам заходят в бар. Лис смотрит на них и говорит. Так, не понял, это что за анекдот? Хе-хе! Хе-хе! Знаете, быть частью чего-то особенного не делает вас особенным. Это что-то особенное, потому что вы являетесь частью этого. Спасибо, что смотрите! Всем пока! Ахе-хе! 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 интересному, что говорит тестер атеист? Ахе-хе! Бага нет! Хе-хе! Эм, спасибо всем! О, господи! Хе-хе! Ахе-хе! Ахе-хе! Ой! Ахе-хе! Всем пока! Ахе-хе! Господи, не туда! Боже, куда? Туда! Эм, да-да, молодец, молодец. Следующий! Алис говорит, мы путешественникам во времени не наливаем. Джодах заходит в бар. Эм, чёрт, что-то я... Блин. Ну ладно, давайте другую тогда. Лоложка приходит к оракулу и спрашивает. Что важнее, спасти Пайну или уничтожить те барда? Оракул, немного подумав, отвечает. Какая гусеница у танка важнее, правая или левая? На что Лоложка ему? Обе важны. Оракул, шёл вон отсюда! Пока. Ха-ха-ха-ха-ха! Хорош, хорош, хорош. Ага, всем привет! Сперва хочу поблагодарить вас за то, что пришли. Привет! Заходит, короче, тестер к торговцу, покупает очко улучшения и выходит. Через минуту тестер снова заходит к торговцу, подходит к нему и резко меняется в лице. Сразу же выходит. Через ещё одну минуту тестер возвращается. Торговец спрашивает, что случилось? А тестер ему отвечает, не знаю, у Лоложки-то сработало. Ха-ха, всем пока. А заходит тестер в бар и говорит, заходит тестер в бар и говорит, заходит тестер в бар и говорит. Всем привет! Есть две причины, почему я не даю деньги Даскам. Первая, им нужны деньги, чтобы купить пойло. Вторая, мне нужны деньги, чтобы купить пойло. Хех, ну ладно. А если бы Морган Фримен попал в ведомню, то как бы его звали? Морган! Хех, спасибо, спасибо, вы классные. А, да, совсем забыл. Мама говорила мне не смотреть на солнце без солнцезащитных очков. Я не слушал ее и теперь всегда хожу только в них. Хе. Та-дам! Ну вы там посмеетесь, что ли, если что? Я сейчас упаду. Знаете, приходит ко мне как-то Андрей и предлагает нарисовать пару кнопочек для менюшки нового поколения. А? Фигня какая-то. А, реально? Это 2021 год, ребята. Как все было? Как зарождалось новое поколение? Давай, переключение на 5 минут. Зашли и вышли. За мной. Хе-хе-хе-хе. Дадо 5 минут. Хе-хе-хе-хе. 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 Да, уж протрезвел только сейчас. И вот, что я понял за 4 сезона, что я работал с этими замечательными людьми. Фраза дальше-больше. Это не просто слоган сезонов и выдуманной мультивселенной. Нет уж, нет. Это ход нашей с вами жизни. Да, порой бывают неудачи и пасмурные дни, но смотря на картину в целом, мы видим, как выросли за это время и продолжаем двигаться вперед. Шаг за шагом, покоряя новые вершины и совершая маленькие или не очень победы, в ходе которых мы, конечно же, что-то теряем, приобретаем новое, боимся делать следующий шаг и все равно продолжаем неумолимо идти. Ведь, как я уже говорил в сезонах ранее, иногда, чтобы продолжить путь, нужно отдать что-то взамен или вернуться к истокам. И да, это значит, что мне пора отправляться дальше. Значит, что это был последний сезон, над которым я был рад работать вместе с этой замечательной командой. Сценаристы, кодеры, тестеры, строители и мои дорогие подопечные художники. Я не прощаюсь, но оставляю вас в ответственных руках моего наследника Моргана. Я уверен, он вам понравится. Моргана? Кстати, о нем. Его номер следующий. Ээээ, да? Нет. Хе-хе-хе. Пока, знаки. Да. Снаки, это тот, кто работал над очень большим количеством текстур. Всем привет. Давайте, давайте лучше не будем о грустном, да? Я вам лучше поведаю одну историю. Как Тарас воровалась Ашера к одной бабушке. Домой, представляете? Посреди ночи. Вот, она, короче, смотрит и спрашивает. Привет, не спишь? Чего? Ну и вот, собственно, с тех пор двери видом не закрываются на скинтонит. Та-дам! Хе-хе. нормально. Спасибо, спасибо большое. Пока. Вау! Это ты. Ха-ха! А-та фак, что происходит? Просто... Ха-ха-ха! Бляхом, как мне на это реагировать? А-а... Круто. Хе-хе. Хорош. Лучше, лучше. Э-хм... Приходят все на похороны Лу-ложки. Ашера плачет, а Сан-Франс спрашивает. А-а... Чего Лу-ложка умер? А ты не знаешь? Ну, он сложил скинтонит в рюкзак и в эресью прыгнул. Да ну! Разорвало, что ли? Нет, выжил. Видом не угодил, его там схватили. Да ну! В камере сгнил? Нет, нет, у него же скинтонит. Он с его помощью вышел и в портал спрыгнул. Ага, то есть все-таки разорвало, да? Нет, нет, его маги из ведомни уже ждали на месте. Так как все-таки он умер-то, а? Хе-хе. Застрелили к черту, всех он задолбал. Вот. Экэгэгэй, всем привет из мира котлет! С вами Салшвепсис! Ой, то есть... Шал... Салджексис! Знаете, недавно был у инфекциониста и узнал, что он в моем городе единственный инфекционист на четверть области! Ха! Мне так повезло, что в моем городе есть инфекционист. Вот. Всем инфекционистам инфекционист, кстати. Эх, старею. А мне ведь всего лишь девятнадцать плюс девятьсот семьдесят четыре года. Но, ладно, мы не об этом. Голос времени. Сезон, который выжал. Выжал из меня деньги на мерч. Но, мы опять не об этом. Спасибо всей команде за такой безграничный опыт. Это было настолько невероятно, что ж мурашки по коже. Но, к сожалению, Салджексис покинул команду и был сохранен. Вот так вот. Напоследок хочу сказать, что очень люблю инфекционистов. И как слово пишется, и как произносится. Да. Настолько люблю, что скажу в последний раз. Инфекционист. Вот. Так, жмем руку. А где мой маленький гость по нему? Пока, Салджексис. Пока. Шел я по кварталу убийц. Тут передо мной что-то упало. Я поднял глаза. Это были глаза какого-то гоблина. И все. Да, спасибо. Как-то вечером провожал Матильду до ее домика. Уже около него она мне сказала, давай встретимся завтра. Урод дома. Я посмотрел на домик и увидел в окне свет. Хм. Урод действительно был дома. Хе-хе-хе. Часть сезона я смотрел как зритель, так что восприятие остается отличное от других. Но благодаря этому я смог увидеть и понять, какой огромный объем работы остается за кадром незамеченным. Уважаемые зрители, цените, цените, цените. И отмечайте не только абстрактных сценаристов, но и кодеров, тестеров, билдеров, художников и... и менеджера, черт возьми. Спасибо всем им за теплый прием в команду. А? Похоже, кто-то сказал модератор. Хм. Или это очередной тег в телеге? Всем пока! Ох, да уж. Вот и все, ребята. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная, а главное, поучительная. Она научила нас быть смелым и не бояться вызовов, которые... Хм. Ладно, я не могу больше это говорить. Это просто текст, скопированный из интернета. Ребят, на самом деле, я хочу сказать, что это просто невероятно! Это просто невероятный сезон! Вы где-нибудь такое видели, чтобы реализовывали в Майнкрафте? Я? Нет. Но я впервые вместе с вами это увидел. Вместе со всеми вами зрителями я лицезрел, на что способна сплоченная команда. Обалдеть, команда в уже более чем 20 человек. Это... Такая цифра, такое число, о котором ты даже не смел думать, когда был 21 год и когда сезоны с сюжетом только-только зарождались. Помните, новое поколение, да, потом Игра Бога, но... даже в Игре Бога команда хоть и выросла, но нельзя было сказать, что было больше 10 человек и уж тем более, как сейчас больше 20. Отметка, на самом деле, уже приближается к 30 людям и, как вы понимаете, дальше больше. Но если говорить про сезон в целом, то, опять же, я не меняю свое мнение. От первой до сотой серии это просто невероятно. Как в техническом плане, как в сюжетном плане. И, наверное, это первый сезон... Нет, давайте так. Это топ-1 сезон, который больше всего меня выводил на эмоционал. Не знаю, наверное, на втором месте это идеальный мир, но вот голос времени это эмоция на эмоциях, афиг на афиге, слезки на слезках, если так можно выразиться. Клянусь, это был первый сезон за всю историю, который я не просто снимал, я в нему наслаждался игрой. Я реально был, как вы, зрителем. Но при всем при этом мне иногда еще приходилось озвучивать персонажей, ну как иногда, всегда примерно. Да, но тем не менее, я правда наслаждался, мне нравилось, мне очень все это сильно нравилось и нравится, как таки ни странно, потому что мы понимаем, дальше больше, история на этом не заканчивается. Огромное спасибо большое сценаристам, менеджеру, программистам, тестерам, монтажерам и, конечно же, текстурщикам. Вот на самом деле про текстурщиков многие забывают. Без вас бы не получилось всей этой без преувеличения большой, слаженной, хорошей истории. Ну и, конечно же, не получилось так же и без вас, зрители. Благодаря каждому вашему просмотру, знаете, я, команда, все мы мотивируемся. Благодаря вашему лайку, каждому лайку, мы взлетаем до небес и поем от радости. Ну, а благодаря вашей подписке, мы просто переворачиваемся. Эээ, ладно, это плохо звучит. Но мы правда, мы правда рады, потому что это нас очень сильно мотивирует. На протяжении этого сезона мы смогли закрепить собственный мерч-магазин, в котором продаем мерч по сезонам, как таки ни странно. Например, у нас есть вот такое, или вот такое, или даже вот кружечка интересная. А, я много об этом говорить не буду, вы и так об этом знаете. Но, тем не менее, правда, зрители, вам огромнейшее спасибо. Без вас бы точно всего этого не было. Потому что, если некому смотреть, то для кого что-то делать-то? Я вас всех люблю, целую, обнимаю. И остается совсем немного, как я в последний раз попрощаюсь с этим сезоном. Очень надеюсь, что в будущем мы будем к нему возвращаться и от ностальгии даже плакать. Почему бы и нет, да? Ты такой эмоциональный плач. Ностальгически это хорошо, это приятно. Но, тем не менее, как я уже говорил ранее, ребята, дальше больше. На этом история не заканчивается. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться, чтобы не пропустить следующий сезон. А с вами был Лолошка, вся команда и, конечно же, Голос Времени. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. ПО-КА. Да восплывает огонь.